всем привет я вам хотел показать где мы храним перепелиное мясо храним мы его морозильной камере приблизительно вот такие вот морозильные камеры ставят в магазинах это большая камера на 260 литров морозильная камера занимает много места мы ее поставили в гараже она является не основной у нас в кухне стоит обычный холодильник с большой морозильной камерой где храним простые продукты а вот в этой морозильной камере мы храним припасы кроме перебильного мяса мы эту морозилку используем для того чтобы здесь замораживать и хранить продукты заготовки для зимы осенью собираем грибы сейчас мы не сушим грибы как раньше а просто моем их режем распасовываем по пакетикам и заготавливаем на зиму замораживаем и зимой можно их открыть и они всегда будут свежие точно также мы здесь храним зелень петрушку укроп лук точно также моется нарезается и зимой он свежий размораживаешь можно добавлять салат и суп еще мы больших количествах замораживаем ягоду это с огорода идет вишня клубника красная сморозенная и лесные ягоды это черника брусника и так далее зимой можно достать эту ягоду из заморозилки разморозить и можно делать из нее что вам угодно никаких полезных свойств она при заморозке не теряет и когда она размороженная она почти точно такая же как и собранное летом также можно заготовить большие запасы мяса чтобы постоянно не ездить магазин рядом у нас проходит речка зимой начинается сезон ловли корюшки корюшка с моря заходит в речку и за одну рыбалку можно поймать 5-10 килограммов ну сезон длится где-то пока стоит лед зима у нас здесь очень мягкие поэтому лед может всего две недели быть и пока боится корюшка нужно не упустить этот момент поэтому за сезон можно поймать очень много рыбы и где ее хранить вот в такой порозилке то в течение года есть свежую рыбу замороженную связи с тем что все лето у нас были перебои с электричеством сейчас эта морозилка чистая мы ее помыли проветрили и сейчас мы ее начнем загружать из-за электричества пришлось очень сильно сократить количество перепелов сейчас мы интенсивно собираем яйца на инкубацию и будем большими партиями вводить цыплят через два месяца придется резать очень много петухов обычно петухи появляются где-то около 50 процентов от общей массы вылупленных птенцов держать петухов нету смысла переводить корм на них и они занимают много места поэтому с двух месяцев как они наберут вес можно будет их резать и складывать на заморозку после забоя перепелов обычно ощипываю потрошу мою и расфасовываю в обычные полиэтиленовые пакеты по 10 штук и начинаю и складывать замораживать мясо перепелов мы продаем поштучно я вот смотрю видеоролики да все продают по весу по килограммам из-за того что породы разные есть мясные есть яйценосные но у нас яйценосные поэтому мы не можем продавать их по килограммам в одном килограмме получится очень много штук тем не менее с удовольствием у нас поштучно покупают продаю недорого где-то полтора евро за штуку для квартиры такая морозилка и подойдет то что занимает много места а вот для частного дома это незаменимая вещь спасибо за ваши просмотр и подписывайтесь ставьте лайки всем пока